С 10 утра начала потрескивать, потом она шла не сильно, она постепенно к 7 вечера, к 8 вот, она уже нашла на этот дом. С субботним утром Наталья Кельчаковская даже представить не могла, что выходные проведет без благ цивилизации и едва не потеряет кров. Оползень уничтожил хозяйственную постройку, где находилась котельная. Подача идет газа в дом, тут нету, не оборудовано ничем, ни водой, ни газом, там и вода и газ. Все жизненно необходимые коммуникации. И сейчас все перекрыли? Да, газ перекрыт, свет только есть в этом доме. А вас сейчас... Треск слышали практически все жители улицы Богданово, но особого значения этому не придали, ведь, говорят, оползень здесь уже сходил, правда, больше 20 лет назад. Ночью в 2 часа это все молниеносно, не то, что там трещало, мы не слышали это все. В этот раз оползень такого вреда не причинил, обрушились лишь несколько летних кухонь, частных домов и хозпостройки. Но спокойно спать в этом частном секторе людям едва ли придется. Я видела сама эту трещину, но сейчас, говорят, там трещина еще больше. Там на метр как бы не больше мы ставим. Да, больше, там больше. И она как серпом вот так где-то идет, проходит. Между тем, по словам специалистов, поводов для волнений нет. Жертв, к счастью, тоже. Оперативные службы сработали на отлично. В 19.50 введенную диспетчерскую службу поступило сообщение АЧС. Через 5 минут на место выехала дежурная группа. В полдевятого уже собрали оперативную комиссию. Экстренно отключили коммуникации. Значит, было оповещено 70 человек, из них 9 детей. В зону риска попало 63 домовладения. Значит, сейчас работает комиссия АЧС на месте. Как вы видите, оценивается ситуация. Предполагается вызов сюда на место специалистов, геодезистов для оценки дальнейшего опасности данной ситуации. В так называемую опасную зону попали всего два домовладения. Их жильцы 5 человек отселены в гостиницу. Дома же впоследствии хотят признать аварийными. Сейчас, как сообщили в администрации городского округа, жизни и здоровью жителей частного сектора ничего не угрожает. Тем не менее, специалисты продолжают следить за ситуацией. Кира Рогожина, Георгиевский городской округ.